Ну что, понравилось? Давайте мы сейчас немножко пообщаемся, поговорим, потому что я думаю, что есть о чем говорить. Как вам эта вообще тема? Нравится или не нравится? Да, если нужно вопросы, делайте микрофон. Что для вас было интересным вообще за это время? Что вы для себя открыли? Дверь в Европу, я понял. Форточку. Вот то, что мы прошли. Отделение многих вещей, да? Уже иконы рассказали. Ну, иконы – это такое дело, это понятно. И давайте еще поговорим о том, что остатки мессианского движения, которые происходили тогда в Европе. Какой был процесс восстановления? Когда Константин объявил иудейские традиции, ритуалы вне закона, он обрек церковь на умирание. Другими словами, отрезая себя от корня, который Богом был установлен и которому Бог привил нееврейскую сторону, составляющую тело или плана Божьего к спасению, Константин обрек церковь на вымирание. Фактически, если вы как человек разумный, то есть гомо сапиенс, понимаете, что отрезав ветку, бросив ее, какое-то время она еще живая. Даже так и бывает, что еще цветет, подпитываясь какой-то водичкой, какими-то вещами, но без корня не имеет смысла вообще как бы жить. Константин именно дал возможность фактически язычеству развиться, но в другой форме. Я понимаю, что церковь – это организм, он должен иметь жизнь в себе. Церковь себя обременила сложными церемониями, и сила, и присутствие Божье в церкви было удалено. Мы понимаем, что Бог, обращаясь к ветхозаветним пророкам, говорил о том, что если язычество или языческое поклонение будет применяться в храме, который он поставил, Бог оттуда выйдет. Помните такие моменты? И это через Еремию и других пророков. Что именно момент опустошения, язычества, поклонения другим богам, приводило еврейский народ в упадок всегда. Если вы посмотрите внимательно историю, то храм, который построил Соломон, не очень долго просуществовал, хотя и существовал, имеется в виду до разрушения, стоял, но как функционирующее здание для поклонения и словословия Богу в долгое время он был в запустении. И это как бы другая история. Почему я говорю об этом? Потому что при этом давлении, которое церковь начала производить на тех, кто следовал этим правилам шабата или же правилам общины первого, третьего столетия, они были гонимы. Одним из таких остатков мессианского движения, или мессианского христианства, было созредоточено на небольшом острове, на берегу Шотландии. С 521 по 597 год, это небольшой остров у берегов Шотландии, называемый Иона. Иона. И так и называлась община Ионы, основанная одним из таких миссионеров, могу говорить, хотя его отождествляли с католической церковью, его уважали в последнее время, до недавнего его католик говорили, но он ничего не имел общего с католицизмом, как таковым. Его имя было Коломбо. Коломбо. Он родился в очень известной семье, знатной семье родителей из Донегеле, Ирландии. Этот человек основал на территории Ирландии 300 церквей. В 563-м Коломбо покинул родину, чтобы проповедовать Евангелие, с 12 простыми людьми, последователями, 12 человек с собой. Там, у берегов Шотландии, он основал общину, которая была независима от управления католической церковью. Настоящая община, где разрешалось выходить замуж, жениться. Это не было похоже астетическим таким уединением. Это, наоборот, была живая, развивающаяся община. Люди там работали своими руками, растили своих детей. Лидерство в этой общине передавалось от отца к сыну. То есть, как бы, там не было путем избрания или выборов. Чаще всего это было больше клановое, это потомственное, от отца к сыну. Это был центр евангелизационного служения для шотландцев и пиктов. Только сверхъестественное проявление Божьей силы способствовало проповеди Евангелия. Другими словами, Евангелие сопровождалось там чудесами и знамений. Изгнание бесов, исцеление, чудотворение. Чаще всего вот это маленькое направление называли кульдами. Кельды – это другое. Это поселение, а это кульды. Фактически, деяния апостолов и работа этой маленькой общины можно было сравнить одни с другим. Противостояние бесов, противостояние давлению, преследованием. Толпы людей исцелялись. Изгнание бесов было очень сильное. То есть, мы говорим, Евангелие в действии Святого Духа. Это как будто Илья противостоял порокам Ваала. Помните, да? На горе Кормил. Так, и маленькая группа этих верующих часто противостояли языческим друидам. Потому что там очень был развито спиритизм, колдовство. И фактически их вероисповедание, их стремление и сила, с которой они проповедовали Евангелие, позже подлияло на политическую структуру всей Шотландии. Колумба считается святым в католической церкви. Но, в свою очередь, он не был связан какими-то обязанностями перед церковью. Абсолютно. Это было проявление ранней общины, мессианской общины. Последовали Колумба, соблюдали седьмой день, субботу, как день Божьего, как бы сказать, правила соблюдения, служения. Они также праздновали еврейскую Пасху относительно именно еврейского календаря. Не еврейский, имеется в виду не еврейскую Пасху, а по еврейскому календарю праздновали Пасху. Они влияли на людей через знание Библии. Через знание Библии они могли достичь людей. Как в древних синагогах, которые были центром для еврейской жизни, так же и на этом острове общины делали свои здания для того, чтобы обучать народ Слову Божьему. В это время даже большинство императоров, или же царей, или князей Европы были безграмотные. Эти же люди учили свой народ и подготавливали через грамматику людей познать Бога через Писание. Жители Иоанны часто покупали рабов, отпускали их на свободу, просто покупали их. Те же, понимая, что они на острове, не знали, куда идти, присоединялись к общине, исповедовали Ишуа Мессию и изучали Слово Божие, их учили. Они обучали их на трех языках. Где какие-то языки были? Еврит, греческий, гаальском. То есть, видно, как бы местный диалект. Гальском. Грузинский. Да, галы, это галы, галы. Очень важно. Почему? Потому что дальнейшее, если люди желали нести евангельскую весть, то есть, благовестие, другие народы, а это было очень реально, потому что община распространялась на территориях Европы, они изучали диалекты тех народностей, куда они шли. Вот послание, которое они несли. То есть, есть, как бы девиз миссионеров, который посылала эта маленькая община. Основывалось на трех позициях. Отец возлюбил мир. Сын умер за грешников. Святой Дух восстанавливает тех, кто ищет Бога с раскаянным сердцем и верой. Отец возлюбил мир. Сын умер за грешников. Дух Святой восстанавливает тех, кто ищет Бога с раскаянным сердцем и верой. Святой Дух восстанавливает тех, извините, тех, кто ищет Бога. Только аж в восьмом веке этот маленький остров был порабощен викингами и уничтожено было полностью все население. В восьмом веке. То есть, фактически, если брать так, 200 с лишним лет они существовали. Но! Из-за того, что они имели цель перед собой и благовестие, они распространились по Европе. И еще до начала одиннадцатого века многие общины еще существовали. Определяя эту маленькую общину, можно сказать, что они были мессианской общиной, даже при том, что они не были иудеями. Они не являлись иудеями. Соблюдение Пасхи, Шаббатов не казалось им еврейским. Вы понимаете, да, в чем? Вопрос, что это было еврейское, даже не было. Это был образ жизни, который они вели. Помните, мы на прошлом уроке говорили, фактически, мессианская община первого-третьего века. В каждой домашней группе, то есть, в каждом доме имелся потенциал лидерства. Потому что они знали, что такое Шаббат. Они знали молитвы. Они знали, что проводится в Шаббат и что нужно делать. И они были активны. Для них это не было новым. Не было какого-то новых новшеств. Продолжалась та же жизнь, только фокус был во Христе Ишово. Понимаете, почему говорю? Мессия, Он явился для них. Это явь, а все остальное продолжалось. Именно эти вещи не казались им христианской или иудейской. Это был образ ихней жизни. Практическое исполнение Писания для них было важно. Библейское христианство, библейская основа апостолов. Это были вещи, которые неизменны. Вторая группа людей, которые еще в это время существовали, это вальденцы. Вальденцы. Это не вальденцы. Потанциум вальс. Нет. Это группа людей, которые... Вальденцы. С-ы. Это был тоже пример мессианской общины. Почему говорю об этом? Когда начались преследования иудействующих. Помните, мы говорили о тех последних таких приказах или же управлении нашего Никейского собора. Те постулаты, которые были написаны, каноны Ладокийского собора. Они были применяемы в действии многие епископами, многие служители общин или же, так сказать, христиан. Боясь за свою жизнь, потому что мы читали, что некоторых отлучали от церкви, имени молились, их даже преследовали до смерти. Имея образ жизни иудейские, они бежали в те места, где были, ну, Бог говорит, жили варвары. Это горы, альпийские горы, в различных местах Франции, поселялись там, где и Римская империя не могла иметь влияния. И практически существовало там почти тысячу лет эти вальденцы существовали. Именно когда Константин начал эти репрессии против иудействующих, они просто уходили в высокие горы, и там основывались свои общины. Я могу сказать, что реформа, которая затронулась, была затронута церковь католическая уже позже, в 16 веке, эти общины присоединились к реформе. Можно сказать, даже такое, как движение Амиши, кто знает, если кто-то знает Амиши, это было преследовано тоже в Альпах, в швейцарских Альпах, это были уединенные такие группы людей, они не признавали ни свет, ни брички, ездили только на конях, пахали на конях и так далее. До сих пор они существуют в Америке. Они были преследованы. Но не об этом говорю. Вот некоторые вещи, которые имели основание веры для этих небольших поселений вальденсов. Первое. Они основывались на соблюдении субботы, как седьмого дня. И фактически ранних вальденсов называли субботниками. Я понимаю, что сегодня есть администрация седьмого дня, есть субботствующие пятьдесятники, есть субботники и так далее. Даже в России есть евреи называют субботниками. То есть это не евреи, которые празднуют субботу и так далее, своя там фишка. Но эти люди продолжали именно мессианский образ жизни, и соблюдение субботы было очень важной частью для их существования. Они собирались по домашним группам, именно домашняя церковь, очень важно было. Изучение писания было для них не отременной жизнью. Они проповедовали на понятном народном языке, где они жили. Что имеется в виду? В то время, когда уже в 16 веке, 15, 11, 10 век, 8 век, католическая церковь использовала другой совсем язык. Они использовали какой? Латынь. Для богослужения высшей ранги. И простолюдин не мог ничего понять и изучать. Эти же люди проповедовали на языке народа, то есть где они жили. Они верили в пророчества. Они искали видения, сновидения. У них использовались, спрактиковалось говорение на языках. А также помазывание больных елеем для исцеления. И последнее. Личная евангелизация. Личная. Вот то, что вы делали сегодня на улице, да, это называется личная организация. То есть идет служение, потом выходят люди к другим, общаются и благовествуют. Кажется, можно было бы жить с такой же верой и среди всех, но у них была четкая позиция, против чего они бастовали, с чем они не были согласны. Вот некоторые вещи, с чем они не были согласны. Они не были согласны с доктриной очищения. Доктрина очищения. Что это значит? Это нужно было что-то сделать, что-то заплатить, чтобы получить очищение. Доктрина очищения. Они не были согласны за молитву за умерших. Они не были согласны с этим разделением духовенства и простолюдина. Они были против молитв к Марии и святым. Они не поддерживали и были против языческих праздников. Поэтому они исполняли библейские праздники. Они были против литургии, которая была уже написана в то время. И ритуальности. Это очень интересный вопрос, потому что Новый Завет фактически не противостоит ритуальным вещам. Понимаете, да? Ишуа тоже не был против ритуальности как таковой. Он был против формальной ритуальности. О чем я говорю? Например, есть формализм такой, как исполнение заповеди ради заповеди. Но есть заповедь ради Бога, ради отношения с Богом. Мы, когда, например, была такая традиция или же ритуал такой. Если ты был в нечистых местах, то есть был у язычника, возвращаясь из язычника на святую землю, ты должен был пройти обряд очищения. Это как бы была ритуальная сторона. Была ли в этом ритуальности проблема или нет? Если ты делал это формально относительно того, что ты приехал, типа, я это сделал, потому что нужно, это считалось низким положением. Когда Павел пришел из своей миссионерской работы, помните, да? Братья сказали, смотри, у нас есть несколько человек, которые взяли на себя обряд, то есть взяли на себя ответственность. Пойди и с ними. Почему ты пойди с ними? Ты был у язычников. Покажи им, что ты не проповедуешь, о чем они говорят, что ты проповедуешь, о том, чтобы не обрезываться. И Павел, будучи богобоязненным человеком, он не делал это по причине лицемерия, угодить братьям или же всем остальным. Он понимал сущность этого действия, что в действительности от него закон требует не каких-то вещей сделать, по любви к Богу. И он делает этот обряд по любви к Богу. Понятно, да? Многие в это время церкви уже пришли к обрядности. Занести херумви. Заносились кресты, еще какие-то вещи приносились, иконы какие-то, молитвы к Марии, молитвенники и так далее. Осталась обрядность. Есть обрядность, которая необходимая. Будем говорить так. Обрядность. Чтобы не прикасаться к нечистому, это тоже обрядность. Это к греху и так далее. И обрядность, например, клевопреломления. Является что? Тоже обрядностью, правда? Но относительно сердца нашего, мы должны его испытывать. По этой причине Равшаул говорит, исследуйте себя, проверяйте себя. С каким сердцем вы подходите к самому клевопреломлению? Если вы пришли просто по обрядности и пожираете пищу своего соседа, свою и так далее, то лучше ли вам покушать дома на шаббат? Покушайте дома в шаббат. Нормально. А потом приходите и делайте то, что необходимо сделать. Думайте о том, что Господь сделал. И насколько важно для вас вот эта обрядность. Потому что Иешуа говорит, сие делайте тогда, когда будете что? Вспоминать обо мне. Это что? Приказ. Особенная обрядность. Но когда в этой обрядности нет понимания, что это делается, оно становится мертвым. И именно эти люди были против литургических обрядностей. Просто. Сегодня, конечно же, легко может быть прийти в собор. У многих есть молитвенники. У православных, у католиков, у многих протестантских в церкви есть свои молитвенники. А также есть у евреев свой сидург, то есть молитвенник. Что, зачем идет. Ничего худого там нет. Обрядность, которая там существует, она существует для одной причины. Чтобы держать людей как бы в тонусе, что за чем идет. Но фактически Бог без Бог живых, а не мертвых. И общение с Богом, оно должно было быть открытым образом, спокойным. Почему я говорю об этом? Потому что во времена второго храма уже, во времена Ишуа, молитвенников не было. Откуда я знаю? По простой причине. Ишуа смотрит в храм и видит два человека, которые пришли молиться на храмовую гору. Один был фарисей, то есть законник. И по нашей пониманию, да, это был законник, это как бы человек, который был богобоязнен, либо имел какие-то ритуалы. Он делал себе специальные покрывала, то есть большой талит, особенно коробочки и все остальное. Но вдруг он начинает молиться и молиться за себя, не по Сидуру. То есть не было Сидура, не было заученных молитв. Так же самое молился и грешник, то есть мытарь, сборщик налогов. И он говорил, прости меня Господи. Показывается здесь, что в это время не было литургических молитвенников или же религиозных обрядностей, которые бы отожидлялись с одним или с другим, с одной или другой церковью, либо течением иудаизма. Правильно, да? И была свобода. И вот эта свобода должна была присутствовать в первопостольской общине первого-третьего века. И она присутствовала. Она присутствовала в этом направлении. Есть ли еще какие-то вопросы? Вопросы и христианства, и иудаизма всегда ставали таким жестким позицией. Начиная с того времени разделения, они были очень жесткие. Иудаизм и само христианство. Начало вот этого жестких отношений начались с 15 главы Деяния Апостолов. Потому что иудаизм требовал от тех, которые приняли свободу и приняли Ишуа Мессии, еврейского Мессии личным спасителем, они требовали от них обрядности, которая бы привлекала или делала их общее с еврейским народом. Как это было и раньше. Вы помните, Ишуа говорит, что многие из ваших проповедников идут по всему миру, вдруг находят одного, обрезывают его, обращают его в иудаизм и делают из него великое празднество. А самого главного забыли. «Почитать бедных, почитать отца и мать». То есть самую главную заповедь вы забыли. Этот момент очень важен, что в иудаизме как таковом и во время Ишуа, и до Ишуа понятие «просолизм» всегда существовал. Вот здесь этот вопрос с приходом свободного понимания веры через Ишуа именно касается и вероисповедания. Ишуа дает возможность неевреям стать частью еврейского народа, как дикая маслина, от которой не требовалось природного плода, должного плода. И прививалась эта ветвь с простыми ее недостатками. Ее недостаток в том, что они не были евреями. Понимаете, да, о чем говорю? И с точки зрения иудаизма и христианства снова становился вопрос, как относится церковь к Израилю? Какие отношения становятся? Этот вопрос поднимался очень часто в ранней церкви. И фактически Константин этот вопрос настолько поднял, что считал, что Израиль и жил свое, и умер. Орегон, о котором мы говорили, да, сделал прообраз Израиля как мистическим таким забытчивым народ, который уже Бог отверг. И существует три позиции. Сегодня в мире существует три позиции в христианстве. Первая – это теория замены. Эта точка зрения в том, что церковь полностью заменила Израиль и стала качественным, новым, духовным Израилем. Версия в том, что из-за того, что Израиль и евреи не приняли своего Мессию, Бог отверг Израиля. Они теперь говорят, что мы новый Израиль, и все обетования в Танахе относятся уже к церкви. Эти обетования, такие как Исаия 11 глава, что объединение народов придет, что они придут к Мессии, к Богу. Что Бог дает территорию Израиля, они должны стать, как бы позиция быть церковная. Поэтому были крестовые походы по причине того, что земля обетованная, в которой здесь жили евреи, если они не приняли Мессию, Бог их отверг, а также обещание земли, которую Бог дал Аврааму, теперь переходит к духовному Израилю. И по этой причине нам нужно пойти и забрать эту землю для святого народа, который является церковью. Это точка замещения. Сторонники этого теории, они считают, что церковь будет именно господством по всей земле. Что все страны будут христианскими. Понимаете, да, о чем я говорю? И они не верят, что Ишуа будет буквально правителем на земле тысячу лет. Не верят. Потому что Ишуа уже царствует в церкви, он является царем церкви и всех христиан. Это его царство. Точка зрения B. Теория замещения. То есть, одно называется теория замены, то есть, полностью заменили. А другое – замещение. Точка зрения совершенно опровергает именно точку зрения А, о которой мы говорили. Что имеется в виду? Они считают, что фактически нужно истолковывать Писание так, как оно было написано. И смотреть на автора, как историческую личность в то время. Продолжение следует. И там еще есть многие моменты, где Старый Завет говорит о порочестве Иешуа, они должны были приниматься так, исторические данные будут приниматься так, не нужно исказать Писание, как это исказали те, которые последовали теории замены. Они считали таким образом, что Израиль и Церковь являются двумя отдельными народами Божьими. И что они не могут заменять один другого. Что Израиль следует принципам Моисея, указанных в Танахе, исполняя и рассматривая как законы Завета для закона Израиля. В то время как Церковь служит Богу по Завету благодати. Что Израиль должен следовать принципам закона Моисея, указанных в Танахе, исследователям закона постоянно. В то же время как Церковь служит Богу по Завету благодати, Нового Завета. И они понимают, что еврей, который принял Исшуа своим личным Спасителем, не может быть больше иудеем, он должен стать христианином. То есть, замена происходит. Ветхая, да ветхая, ветхая тебе прошла, ты стал новым человеком, ты не можешь уже быть другим. Точка зрения, которой сегодня мы живем, и то, что мы исповедуем как мессианские верующие, мы возражаем против того, что в Писании нет Нового и Старого Завета. Мы возражаем, да, это третье, как мессианские верующие, мы возражаем, что все Писание делится на Новый и Старый Завет. Почему я говорю, скажешь, это ересь, ведь написано там Новый, Старый. Если копнем очень хорошо, мы поймем, какой был Первый Завет? Первый Завет, кто помнит, какой был Первый Завет? С Ноем. После Ноя был какой-то еще Завет, правильно? Он становится новее, чем Ноев или старее, чем Ноев? Новее. Бог обращается уже потом к Аврааму и тоже заключает с ним Завет. Это лучший Завет, который был с Ноем или хуже? Ну, новее, еще новее. Потом идет еще с Моисеем. Это еще новее. И вопрос, какой из них старый, какой из них новый. Вы понимаете, о чем говорю, да? И во времена Исаия пророчествует во времена Первого Храма еще. О том, что Господь соделает Новый Завет. Не в ракурсе что-то будет новое, а мы считаем, что это совокупность, совокупность Божьего благодати, как Танах, мы называем его, да? Так и Бытха Даша, Новый Завет является совокупностью Божьего промысла и Божьего повеления. И как и в Ветхом Завете, то есть мы называем Танахе, так и в Новом Завете, наша позиция, все равно спасение нужно было получить, или же прощение грехов нужно было получить по вере. Как и тогда нужно было верить, что ты отдаешь этого агнца за твои грехи, да? Так и сейчас нужно верить, что за наши грехи понес Ишуа смерть. Порядок Нового Завета пришел в силе Духа, чтобы... Жить нам в силе покаяния. И это невозможно было по Танаху. Во время Танаха не было такого понятия, как исполнение Духа Святого или же излияние Духа Святого, только на некоторые личности. Не было массово. Ибо в Новом Завете обещание, которое Ишуа оставляет нам, это и пророчество Иоиля. Что и зальется на всякую плоть. Он дает возможность более полного послушания верой тем законам, которые были установлены Танахом. Новый Завет не вычеркнул послушания десяти заповедям. Вы понимаете, да? Он наоборот, Ишу Павел говорит, кто крал, предь не кради. Еще раз хочу сказать, не крадите. Об этом пишет, что нам Тора. Правильно, да? Поэтому нет противоречия. Но именно сила Духа Святого, то, что отличает многих евреев Нового Завета, которые верят в Ишу Мессии, они получают силу побеждать грех и вера двигаться вперед. Так когда иудейские, которые основаны на преданиях отцов, они должны говорить, мы должны что-то сделать. И мы должны что-то делать, чтобы, как будто мы будем иметь прощение грехов. Аминь. Таким образом, все, кто становится истинными верующими из всех земель, народов, становятся символом будущего Божьего порядка и правления Мессии. То есть, из всех коленных языков и племен. То есть, исполнение пророчеств, которое написано в Исаии, там последние главы. И Иезекииля, и Даниила, и другие. Что народы придут и поклонятся Богу Авраама. Это исполнение только может быть в Новом Завете. Понимаете, да? Сила Духа Святого. И мы верим, что теперь нету разницы между иудеями или же елеями. И что это значит? Разве нету евреев? Есть евреи. Разве нет греков? Есть греки. Но для спасения национальность не имеет никакой роли. Ни богатые, ни бедные не имеют роли. Какое слово ты находишься? Женщина или мужчина? Хотя мы знаем, что есть разница между мужчиной и женщиной. Иначе у нас не было бы детей. Но в этот данный момент, для спасения людей, брехаташа, но по вере, необходимо только понимать, что жертва, которая была заплачена за твои грехи, является единственной жертвой за тебя, которая была предсказана в Старом Завете. То есть в Завете Танаха. Новый Завет открывает таинство. Которое не открыто было до этого. И община, то есть церковь является народом Божиим. Содружится всех народов. И Израиль является народом Божиим посреди всех народов. Понимаете, о чем я говорю, нет? Церковью является народом Божиим. Церковь. Да? Как из народностей и всех. Церковь становится одним, народом Божиим. Но Израиль является народом Божиим посреди всех народов. Благоволение, которое оставил он относительно призвания. Окей? Перерыв. Продолжение следует...